Спортивная подрыхтовка на Новом Узровне у областного училища Олимпийского резерва в наступном году появится сучасная учебно-тренировочная база. Сейчас активно ведется буддовство шматфункционального центра. И он будет размещаться за центральным стадионом в доме по улице Портовой. На буддовнейшей плясовце побывала наша сдымочная бригада. Первое уражение в сюжете Евгении Кухаронак. Площа будущей учебно-тренировочной базы свыше 2000 квадратных метров. Буддинок у далеким минулым находился на балансе дитячо-юнацкой спортивной школы номер один. Это был первый шматфункциональный центр в Гомеле. С часом объекту, узведенному в 1964 году, спотребилась грунтовная реконструкция. Все лет за плясовку взялись у Сурьоз. Проект уражевая. Здесь будет бассейн 25-метровый, здесь будет восстановительный центр, игровой зал, борцовский зал, залы многофункциональные работы. Это и тренажерный зал, и кардиозалы. Значит, будут залы для фехтования, велобаза. То есть, те непосредственно направления, которые в основном культивируются сегодня в училище, здесь будут отражены. Ну и понятно, что объект находится в центре города. Очень долго к нему подступались. И, наверное, пришло время его уже ввести в эксплуатацию и сделать, скажем так, его местом притяжения всех любителей спорта и физической культуры. У бассейна уже сбудовали новый дах, демонтировали вышки. Плануюсь покрыть чашу полимерным материалом. Такого у Гомеля Пакуль не выкористовывали. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке, гипсокартонной перегородке. Проект находится сейчас на корректировке. При производстве работ на объекте используют экологические чистые материалы белорусского производства, отделочные материалы, теплоизоляционные и так далее. Ввод объекта в целом к 3 июля 2020 года. Открыть учебно-тренировочные базы станет подарунком усім гомельчанам. У планах организовать тут секции для аматоров спорта и здорового лада життя.